Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, пятница опять прибежала, опять ничего не успели. Вы знаете, но давайте вот о чем. Мы с вами уже говорили на этой неделе, что мы все партнеры Бога. Бог создал такое совместное предприятие на этой земле, где есть мы, где есть Он, есть правила и так далее. И вот в результате этой работы, в конце, там через 120 лет, мы приходим с каким-то результатом и видно, что сделал Бог, что сделали мы, и это все складывается. Но вы знаете, вот этот joint venture наш с небом, он должен быть все-таки взвешенный. Мы должны понимать, что если есть какие-то условия вот в любом предприятии или в любой жизни, мы должны их выполнять. К сожалению, у нас не встал. Наши условия, это вот то, что написал Бог, то, что написано в Торе с первого человека, с Адама, начались разные проблемы. Для того, чтобы я, давайте расскажу одну маленькую Майсу про joint venture, про Любовичский Рэбе. Был такой или один бизнесмен из Англии, который занимался международной торговлей тканями роскошными. Он был близок к Хаббату и знал, какое влияние оказывает Любовичский Рэбе своими советами. Вот лучше в момент он однажды сделал Рэбе неслыханное предложение. Он сказал Рэбе, давайте сделаю я вас своим партнером в бизнесе. Рэбе очень серьезный, он сказал, хорошо, но только есть одно условие в нашем партнерстве. Ты не имеешь права ничего не делать без согласия другой стороны. Согласен? Это условие любого партнерства. Он говорит, конечно. Торговец очень обрадовался. Рэбе сказал ему, значит, ну теперь смотри, теперь надо взять такую-то ткань, там специально какая-то особая ткань, ее никто и не слышал особо о таком, и накупить ее много. Торговец поехал, быстро сделал большой заказ, приехал к Рэбе и говорит, нет, это мало, бери больше. Ну, тут услышав от Рэбе, там побежал, еще там астрономический заказ сделал, вложил у нее все свои свободные капиталы. Все. И начиная со следующего дня цена на этот материал начала резко падать на рынке. Бизнесмен в шоке, он не знает, что делать, решил, что надо продать большую часть, хоть как-то вернуть какую-то часть. Позвонил Рэбе, тот сказал, категорически нет. Короче, проходит еще неделя, еще две, еще три, цена падает вообще и настроение безумно. Он уже сидит дома, уже весь черного цвета, тает капитал, каждый день звонит в приемную Рэбе, Рэбе, там ему говорят, не продавать. Ну, перед страхом экономического краха, человек начал переоценивать свои отношения, кто такой это, что он там все думает, это ошибка, и так далее. Цена все падает. И потери продолжаются уже четыре месяца, и вот в один прекрасный день появилась признак небольшого роста. Торговец быстро позвонил к Рэбе, Рэбе сказал, не продавать. Он говорит, как я хоть что-то верну, не продавать. И даже когда цена вдруг поднялась так, что можно было без убытка реализовать товары, Рэбе не дал зеленый свет на продажу. Вскоре после этого один известный модельер создал свою линию модной одежды, для которой ему потребовалось широкое применение именно вот этой необычной ткани. Практически все запасы, которые принадлежали одному вот этому нашему бизнесмену. Товар был распродан очень быстро. Бизнесмен позвонил, Рэбе разрешил. Очень большая многомиллионная прибыль. Взволнованный, воодушевленный, он сел на самолет, приехал к Рэбе, и Лабахабада отказался взять свою долю, сказал пожертвовать ее на благотворительность. Бизнесмен спросил, а можно ли продолжать партнерство? Рэбе улыбнулся и сказал, мне очень жаль, но вы оказались слабым партнером. Вот вы понимаете, у нас равное партнерство с небом, но нам нельзя быть слабым партнером. Надо или делать что, или не морочить как бы небо голову. Ведь, смотрите, есть несколько вещей, которые надо понять. Тора, для того, чтобы понять им правильность, серьезность, надо понять, что Тора всегда разговаривает только с тобой. Вот эти все рассказы справа, слева, с древней, все. Это касается тебя, просто ты еще не умеешь в какой-то мере читать. И все люди, в общем-то, в Бога верят внутри, но Бога как себе представляет? Что значит веришь? Дядька наверху такой, дедушка с бородой, да, и он, почему он так себе ведет? Почему такое? Почему он не даст мне с утра, там, сто грамм виски, домик у моря, Мерседес, два миллиона? Ну, все было по-человечески, что и за Бог такой, не додает мне. А Бог, это совсем другое. Бог, написано, хочет дать нам максимально много. Я спрашиваю, где же мой Мерседес, там, шестой? Он говорит, не тому, не вот этому скафандру, в котором мы находимся 120 лет, не временному жилищу, а то и вечная душа, которая находится в человеке. Вот с ней он работает, с ней он разговаривает, с ней у него совместное предприятие, а совсем не сменяемое наше вот это. Поэтому надо жить, жить с радостью, понимая, что у нас, ну, действительно, партнер более великий, который можно было себе придумать. И что может быть больше, если с нами Бог? И с нами Бог, кто против нас все равно. Поэтому шаббат шалом, брахавы от слаха, надо больше улыбаться, больше радоваться. В этом суть нашего совместного предприятия. Шаббат шалом.